но иди сюда иди доброе утро дорогие мои я очень рад что вы посмотрели мои серии про пластик который я назвал масс пласт массовый апокалипсис и я считаю что эту тему надо развивать и развивать и развивать ее по-умному по серьезному не просто как скандальное какое-то для того чтобы поднять скандал и выбить некие какие-то средства на то чтобы начали тут вычищать свалки начали еще что-то такое делать вот на самом деле тема ты гораздо глубже я думаю вы даже пока не осознаете насколько серьезно весь этот вопрос потому что не очень-то изучаете а где этот пластик находится и в каком виде он нам предстает и надо сказать так что сейчас конечно уже даже мир защитников планета от пластика он разделил уже пластик на пластик макро пластик микро пластик и будет еще на на пластик то есть в конечном итоге мы от того что просто думаем о тех пластиковых бутылках и пластиковой посуде которые здесь распространяются и нам мешает жизнь мы должны начать углубленно думать о том а где еще мы можем этот пластик увидеть и какие проблемы от того что мы этот пластик увидели так вот давайте я специально сейчас съезжу туда в город и подсниму вам маленечко так называемых картинок или подкаст это называется чтобы вам рассказать о том что у нас вообще происходит и где мы этот пластик с вами видим так вот начнем с питательных с продуктов если вы посмотрите на все полки продуктов начиная от упаковки полуфабрикатов кончая упаковкой значит консервов то я вас уверяю здесь везде есть пластика то есть прямо вот везде даже если вы смотрите на стеклянные бутылки с маслом что считается достаточно качественно или смотрите на стеклянные банки с консервами которые здесь представлены и думает что может быть здесь нет никакой проблемы во первых мы не знаем а в каком виде все это было на производстве то есть как она вот прямо сразу попала в эту банку стеклянную или нет во вторых у банок есть крышки а под крышкой опять тот же самый пластик или эпоксидная смола который тоже является пластиком поэтому здесь лично я не могу найти ни одного продукта который не был бы так или иначе связан с пластиком нет но есть вот коробки где они бумажные там еще какие-то или металлические у шоколада но это вообще ничего не говорит о том а как производилась нет ли этого пластика или микропластика внутри этого продукта потому что мы не знаем где он произрастал мы не знаем какой водой он поливался и не зная этого мы не знаем а попал внутренний его микропластик или нет это раз микропластик жуткая вещь там ученые наблюдая за тем как океан заполняется пластиком в океане уже накопилось много много миллионов тонн этого пластика и основные поставщики пластика в океан это китай вьетнам индонезия филиппины то есть то куда наши туристы любят ездить шри-ланка радует что как тут хорошо как тут все приятно и как тут красиво экологично красиво они не знают что эти страны практически не имеют свалок они просто все спускают в реку а река уносит все в океан и это огромная проблема потому что в мировом океане это все превращается в микропластик а теперь еще и уже говорят в нано пластик она на пластик уже начинает с испарениями подниматься и разлетаться по планете так вот у нас то что вот мы посмотрели с вами продуктовый ряд в продуктовом ряду мы практически не найдем продуктов которых не был бы тем или иным образом связано с пластиком и это значит через них мы получаем через питание где еще мы можем увидеть давайте мы зайдем и косметик и вы думаете что вот что тут такого особенного вот она косметика вот она красоту наводит вот она нам гигиену помогает сохранять вот она нам помогает жить более комфортно я уж не знаю как 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 это все оценить косметика конечно большую роль играет особенно давай у всех она играет роль вот ну кроме того что как раз здесь мы можем купить любую посуду пластиковую значит и из пластика какие-то предметы из пластика вот найти предметы из синтетического материала который тоже является пластика который точно также нам приносит не только пользу от того что они может быть долговечные там или еще что-то но они конечно еще и вредные для нашей экологии и для нашего личного здоровья но сама косметика сама косметика является одним из самых главных потребителей микропластика весь мир борется с тем чтобы его не использовали начинается это с всяких очистительных скрабов так далее то есть там по существу научились микропластик в во все это вставлять и он как бы очищает кожу и так далее во всем мире идет огромная борьба с косметическим микропластиком его запретили в америке в канаде в англии ну и в очень многих странах уже запретили при этом у нас даже разговоров нет те продукты которые запрещены в этих странах косметические все эти они у нас спокойно стоят и никто даже не думает что в них микропластик и какие-то проблемы с косметикой но микропластик в виде мономолекул является и и пластитов всяких является основой для практически всех гели шампуней мыла и даже там где пишут натуральный продукт имеется ввиду что там может быть натуральные какие-то вещества трав там или значит молока ну вот всякие такие она все равно это продукция несет себе микропластик потому что натуральные вещества сохраняются внутри мономолекул синтетических мономолекул и они вот так как бы охватывают когда начинается перемешивание вот этих натуральных продуктов и вот этих мономолекул и они как бы охватывают частично это вещество и их внутри себя держит то есть по существу любой вот такой крем из таких это миллиарды пластиковых баночек в которых содержится натуральный продукт когда вы начинаете растирать то эти баночки лопаются и натуральный продукт попадает вам в кожу а куда попадает микропластик куда девается это синтетическая мономолекула не знаете вот она туда же и попадает и поэтому женщина мы вчера разговаривали которая думает что она высокотехнологичный теперь живет она достатке у нее хороший как натуральная косметика все остальное всем этим очень сильно пользуется начиная гели шампуни там всяких скрабов и все остальное но получает дозу микропластика внутрь и и система перестает выделять свои эстрогены а синтетические эстрогена то есть вот без фенол а он только делает вид что он эстроген а на самом деле он не дает ни этих женских запахов то есть от него не срабатывает эта система ну и так далее то есть она потихонечку думаю что она косметикой хороший делает себя женщиной она потихонечку себя делает мужчиной это не я придумал это можете почитать западные исследования и почему они борются с микропластика но сам это главная проблема что этот микропластик попадает в воду когда вы все это смываете все эти шампуни все эти это она куда-то течет а куда она течет у нас там скажем течет на честные сооружения вроде ладно куда-то утекло но в конечном итоге у нас все течет в волгу в каспийское море и так далее это вот по нашему у нас есть такая реал волги все речки собирают все туда у нас самый большой сброс это идет в волгу нас волга самое грязное ну ладно вот косметику мы посмотрели что у нас бытовое хозяйство и пространство давайте мы с вами заедем строительный магазин вот я в строительном магазине и что я вам показываю я вам показываю обои я вам показываю линолеум и я вам показываю краски но вы уже наверное сами догадались что я вам показываю пластик и этот пластик будет годами нас окружать будет в нашей среде присутствовать вот мы будем им дышать потому что он будет откалываться микропластик и мы будем им пользоваться даже так называемые акриловые краски которые считаются вроде безопасной то есть они не химических веществах растворены они растворены на пластике потому что акрил вот этот этот так называемый клей или клей павел а то это пластик это пластик это микропластик который растворяясь и улетучаясь каким-то образом а мы же время от времени подкрашим там например покрасили печку через два года мы перекрашиваем куда-то делась краска куда поэтому друзья нас окружает в доме все пластиком наполненные насыщенные она заставляет нам эти пластиком пользоваться она заставляет нас этим пластиком дышать пить воду с этим пластиком не все остальное может быть у нас в природе дела обстоят получше ну давайте сходим хотя бы на нашу природу вот недалеко от нашего дома вот я гуляю по нашему лесу ну да вы скажете ну это тут на окраине так они накидали вся дорога заброс все вот крайние леса то есть вот все опушки тоже замусорены мусором пластиком значит это я вообще не понимаю откуда берется вот вот это потому что сейчас никаких проблем нет все сдать никто тебя не спрашивает когда он приезжает мусорная машина стоит я вижу кучу пакетов наши соседи наставили и мы тоже выставили никто же не спрашивает кто это выставил все забирают и и выкидывают ну да то вроде нужны оранжевые пакеты ну заедьте ко мне я вам дам у меня этих пакетов поскольку сколько мне дают я никогда не могу использовать у всех есть эти оранжевые пакеты ну положите в эту кучу ну зачем выбрасывать в лесу но вы думаете ну подумаешь мы выбросили в лесу ну подумаешь что валяется бутылка валяется пленка валяется пакет ничего же страшного они же так вот сейчас в землю уйдут и мы же не будем есть эту землю друзья уже наукой доказано что грибы например грибницы один гриб можно так сказать потому что грибы это вот семена это плоды этой грибницы распространяется на несколько гектар и когда вы видите в одной рощицы грибы одного и того же вида там вот там рощи там есть белые грибы это все будут грибы одного семейства это все будет одной грибницы и это грибница обменивается веществами если вам кажется что я кинул на окраине леса и тут все в этой канале сгниет но в этой канале появляется грибы это значит грибница сюда пришла а значит вещества которые здесь в этой канале они могут оказаться на краю того леса по этой самой грибнице и таким образом мы распространяем сами закапывая пряча кидая в какие-то ямы мы сами распространяем для себя микропластик и думаем что о в лесу то у нас все чисто мы хорошо еще раз повторяю не пойму я кто это делает то есть это живот кто-то едет в нижний ландик и обратно или вот специально приезжать сюда чтобы бросить вот это во первых это нужен транспорт это точно на велосипеде не сделаешь значит это люди с машинами это значит люди состоятельные что у них нет возможности заплатить 80 рублей за мусор ну или хотя бы нет совести чтобы оставить этот мусор в любой кучке куда приедет мусорная машина поэтому друзья вот глубину проблемы мы просто не понимаем и думаю что о это наверное где-то там в городе да это наверное там в москве свалки как-то влияет на все это да это наверное в других странах такие проблемы нет мы всю проблему имеем сами у себя мы завезли этот пластик в магазины мы накидали этот пластик по округе и мы имеем эту проблему теперь вопрос то в том я начал снимать именно для него там женщина спрашивает ну ладно вы нам рассказали об этой проблеме какие средства профилактики а я не знаю друзья какие средства профилактики я не понимаю как вы можете избавиться от украшающего вас пластика потому что я сам не могу от него избавиться у меня у самого этот пластик кругом и когда мы после думаем что ох почему это тут вот в каких-то краях там это вдруг возникновение много раковых заболеваний диабетических так далее сейчас самое интересное что вот все эти заболевания в большей степени возникают там где меньшая обеспеченность людей то есть там где они живут на маленькую пенсию и у них безработица все остальное специалисты говорят что это депрессия что и вот поскольку они вот так себя плохо чувствуют вот такой брошенность так далее они больше заболевают да но специалисты говорят что у них хуже питание поскольку они потребляют продукты некачественные и поддельные то есть абсолютно точно все знают что сыр не может быть 100 грамм за 50 рублей или даже за 80 рублей который лежит у нас на прилавках но все купят этот сыр вот потому что все равно будут считать что они сыра поели но то же самое получают и и с пластиком то есть можно бы купить например масло в той же пластиковой бутылке за 300 рублей она качественная на бутылке написано пп то есть печи пищи значит пищевой пластик использован для того чтобы разлить масло так нет мы все равно купим золотую семечку за 80 рублей или что-то такое вот что что во что налито что там розлито в общем мало интересует нас нас интересует копейка которую мы сэкономили таким образом когда речь идет о том что вот в районах где малообеспеченность вдруг увеличивается заболеваемость диабетом раком но и другими заболеваниями можно что-то свалить на депрессию но надо свалить и на пластик который в данном случае больших количествах поступают в организм этих людей потому что они живут вот в такой дешевой среде где пластик как правило некачественные вот так друзья давайте думать какая профилактика я не знаю какая профилактика человечество должно отказаться полностью от пластика такая в общем-то профилактика по крайней мере в тех местах где он соприкасается с ним непосредственно где у него значит все вот эти проникновение внутрь человека но как это сделать я не знаю у нас сейчас нет ничего что могло бы жить без пластика у нас транспорт весь на пластике самолеты в пластике у нас все в пластике у нас и поэтому перспективы выживания человечества вот в таком виде в пластиковом травлении очень неоднозначны очень неоднозначны и поэтому люди способны и рожать правильных детей хороших детей и люди с неизмененной гормональной системы они становятся высокого ценными для планеты они становятся носителями генофонда планеты так можно сказать поэтому приветствие рождения здоровых детей в здоровых семьях должно быть у нас повсеместно и правильно говорят что вот надо поддержать семью что вот эта семья должна этих детей рожать так надо поддержать до такой степени чтобы они здоровых детей рожали чтобы они вот в этом окружении химического облака пластикового все-таки жили более-менее комфортно чтобы не потреблять дешевые продукты с дешевым пластиком вот такая вот я могу сказать вам что ли профилактика вы уж сами решайте профилактика это или это так мертвому припарка я не знаю я не знаю помоги всем господь помоги господи нам выжить помоги всем не превратиться в андрогинов где непонятный пол непонятное здоровье непонятное состояние все спасибо за внимание радости всем здоровья аминь